Жизнь протекала, все нормально, все прекрасно. Работа, скажем, женился, ребенок родился. Все нормально как-то. Не знаю, от чего получилось. Так начинается история почти каждого наркомана. Молодость, адреналин, глупость, дурная компания и тот самый первый раз, после которого остановиться может уже не каждый. Зависимость формируется уже со второго употребления. Это не год, не два, это не 10 раз. А если человек попробовал второй раз, то уже зависимость формируется. Наркотики. Сколько в этом слове болей, сколько сломанных судеб, сколько загубленных жизней. Эта зависимость отражается не на одном человеке, а на целых семьях, поколениях. Осознанно делая выбор в пользу наркотиков, зависимый без спроса ломает жизнь и своим близким. Андрей видел десятки смертей и хоронил еще совсем молодых товарищей. Тогда эти смерти вызывали только жалость. Теперь появился страх. На глазах он погибал и прыгал на глазах, можно сказать. Страшно, страшно. Очень страшно. Судьбы ломаются не их, судьбы ломаются родителей, детей. И у кого еще дети свои есть, то есть они уже детям свои судьбы сломают. Сейчас получается у меня сын 16 лет, то есть я ему судьбу тут уже сломал полностью. В регионе за последние 7 месяцев сотрудниками полиции выявлено около 500 административных правонарушений, связанных с немедицинским потреблением наркотических средств. Цифра достаточно весомая, однако есть и положительная сторона. С 2014 года законодателям введена мера государственного побуждения к прохождению лечения от наркомании. То есть лица, те, которые задержаны сотрудниками полиции и привлечены судом к ответственности за немедицинское потребление наркотических средств, судом обязываются к прохождению лечения. Но достаточно ли таких мер? Ведь избавиться от многолетней зависимости, полагаясь только на врачей, вряд ли возможно. В первую очередь должно быть желание самого наркомана стать другим человеком. Как-то нужно остерегать, я не знаю там это, как правильно сказать. Непри каких обстоятельствах, скажем, не браться из дел, не понюхать, не покурить, не проглотить, ну не надо этого, не стоит оно этого. Просто это два варианта. Либо могила, вот напрямую тропинку на Ишевевское кладбище, либо ЭК номер 2, ЭК номер 3, где первый, 40 лет бывает, строго режима, общего режима. Когда был в колонии, да, думал, все, выйду, не буду. Никогда в жизни не перетронулся. Круг общения старый. И все вернулось на свое. Синдром зависимости от употребления наркотиков, мы его так называем, это получается био-психо-социальное заболевание, да. Био-это, да, организм болеет, психо-это душа болеет, и социально-это социализация. При употреблении наркотических средств, да, идет разрушение личности, человек не развивается, да. Да, личность или встает на каком-то уровне, или она дает обратный процесс. Нет ни одного органа, на который наркотики бы влияли положительно. Нет ни одного человека, который бы относился к наркоману без осторожности. Адаптироваться после такой ошибки в обществе крайне сложно, но реально. Я на учете стоял, получается, с 7-го года, и вот только буквально месяц-три назад я снялся учетом. То есть мне работать, у меня профессия водителя постоянно, по новым законам, то есть это бесполезно. Вот, а все-таки я добился, я сейчас обратно работаю водителем, все хорошо у меня. То есть я снялся с учета, но нормально, доказал, так скажем. Шаги уже не только один шаг, уже много шагов я сделал, то, что людям доказываю. Раньше ходил по городу, прятался, в последние годы, можно сказать. Лицо опускал, там все. Сейчас хожу с поднятым носом. На учете в Ульяновской областной клинической наркологической больнице состоит более трех тысяч человек. И это только те, кто решил измениться. А сколько остается тех, кто губит свою и зарабатывает на чужих жизнях? На сегодняшний день зарегистрировано более тысячи наркопреступлений. Основная доля из которых связана со сбытом. И изъятие осуществляется в крупном и особо крупном размере. На сегодняшний день из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято более 70 килограмм наркотических средств. Среди этой статистики есть и фамилия Андрея. Он дважды отбывал наказание. Однако нашел в себе силы вновь изменить жизнь. Конечно, не без помощи. В свое время судьба познакомила его с директором Центра социальной и трудовой адаптации «Свобода» Владимиром Сидоровым. На счету организаций много спасенных судеб. Здесь Андрей впервые понял, что пора остановиться. Здесь же познакомился с нынешней супругой, которая поняла, приняла и по сей день рядом. Теперь эта семья счастливо живет, а не в страхе выживает. Наркотики зло, одно скажу. Большое-большое зло. Теряешь взгляд на жизнь свой, окружающий мир в тебе уже перестает видеть человека, так скажу. То есть все, ты уже получается потихонечку-потихонечку доживаешь свой век. А век он слишком короткий, но он очень короткий. Сегодня Андрей не только не употребляет, но и пытается помочь тем, кто еще не нашел верную дорогу. На своем личном примере он доказывает каждый день, как прекрасна жизнь в трезвости.